Ну что ж, здравствуйте, дорогие братья и сестры, и мы приветствуем вас уже на седьмой части наших видео, которые посвящены теме библейской веры. В прошлый раз мы говорили с вами много о Слове Божьем и о его уникальной способности производить внутри верующих веру. И я особенно много налегал на этот важный факт, что нам нужно сделать все возможное, чтобы не помешать Божьему Слову проникать внутрь нашего сердца и производить там свое действие. Посему наше внутреннее отношение к Слову Божьему имеет первостепенную важность. Потому что это ими и является ключом или залогом к продуктивной и успешной христианской жизни. Мы с вами говорили очень много о том, что Слово Божие – это и есть истина, или другими словами – это реальность. То есть Слово Божие отображает вещи такими, какими они являются на самом деле, а не то, как они могут выглядеть в тот или иной момент. Мы находим это с вами, повторимся опять. В Иоанна 17, 17, где Иисус говорит «Слово Твое есть истина». Практическое применение этого какое? Потому что Слово Божие – это истина. Мы должны применять ее и относиться к ней как к истине. К сожалению, путешествуя по Германии и еще во многих разных других местах, я пришел к такому заключению, что, к сожалению, многие христиане в церквях, они никогда не были укоренены вот в этом важном факте, о котором мы с вами сейчас и говорим, что быть христианином или следовать за Иисусом подразумевает прямое послушание Слову Божьему. Именно по этой причине, потому что они не утверждены в этом послушании Слову, их вера часто не приносит им никакого плода. Давайте с вами сейчас обоснуем эту фундаментальную истину на двух разных местах Писания. Давайте с вами откроем Галатам, третью главу, начиная с первого стиха. And here Paul is referring to people who came with strange and wrong doctrine into the church and brought confusion. And he says, who has bewitched you that you should not obey the truth? Здесь Павел ведет речь о разных лжеучителях со странными доктринами, которые попадали в Галатийскую церковь и своими вот этими доктринами и лжеучениями производили смятение в церкви. И интересно, что он адресует им этот вопрос в первом стихе и говорит им, кто же вас прельстил или заколдовал вас, чтобы вы не покорялись истине. And again, chapter 5, verse 7 or 8, depends what kind of Bible you have. You did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? И потом в том же самом послании, в пятой главе уже, послание Галатам, в седьмом стихе мы читаем эту удивительную вещь, повторение той же самой мысли. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? И здесь Павел говорит им такую важную вещь. Он говорит, до тех пор, пока вы покорялись истине, вы шли хорошо, все было нормально, но потом что-то произошло, и вы перестали это делать. То есть вы перестали покоряться истине, и это уже нехорошо. So, to follow Jesus, to believe in Jesus means we obey the truth of his word. Итак, следовать за Христом, быть его учеником, означает послушание его истине, то есть Божьему записанному слову. Мы с вами уже упоминали в прошлом нашем занятии этот важный отрывок Писания, который нам стоит открыть снова. Это Римлянам, 12 глава, с первого стиха. И Павел говорит, Точнее, давайте обратимся ко второму стиху. Он говорит им, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. До тех пор, пока мы находились в царстве тьмы, пока мы жили в сфере дьявола, мы были хорошо образованы и натренированы принципам, которые господствуют в царстве дьявола. Но теперь, когда мы обратились ко Христу и стали христианами, нам очень важно отбросить все то, чему мы были некогда научены. И благодаря Святому Духу, когда мы правильно обращаемся к Святому Писанию, Святой Дух способен обличать нас и способен нам указывать на все те ошибки в нашем мышлении, на всю ту ложь, которой мы набрались некогда в нашей старой жизни. И поверьте мне, количество этой лжи чаще всего очень значительным образом превышает то, что мы себе представляем о себе самих. И причина, по которой часто кажется, вера нам не приносит какого-то необходимого результата или она просто не работает в тех или иных вещах. Происходит просто, потому что мы пытаемся вести новую христианскую жизнь, пользуясь нашими старыми принципами, которые мы научились у дьявола. А так просто и не будет работать. Именно поэтому нам так важно преобразовывать свои умы, преобразовывать свое мышление так, чтобы наше мышление приходило в согласие со Словом Божьим, с Его истиной. И только тогда, когда каждый человек, каждый христианин принимает эту ответственность и по-своему вызов преобразовывает свое мышление, только в такой момент господство Иисуса Христа и начинает утверждаться в нашей жизни. И Библия нам на самом деле была дана для того, чтобы мы, благодаря ей, могли научиться мыслям Бога, то есть мышлению самого Бога. И нам необходимо научиться мыслить так, как мыслит Бог. В Библии мы, например, можем узнать все о Божьем характере и о подлинной сущности Божьей любви, что она на самом деле из себя представляет. И проблема тоже во многом в христианских кругах как раз-таки и в этот вопрос упирается, что мы приходим в церковь со своим пониманием любви, абсолютно с человеческим, и мы пытаемся вот эту свою человеческую любовь реализовывать в церкви. И это рождает только проблемы. So many times it happened to me when I delivered a strong message of bringing the truth and confronting the errors, people come to me and they would warn me and they would say, brother, be in love, God is love. Я не могу вам просто даже пересказать, как много раз со мной это случалось, когда ты выступаешь против какого-то смятения и ты привносишь какую-то очень ясную и, может быть, очень жесткую проповедь об истине Божьей. И потом люди к тебе после проповеди подходят и начинают тебя предупреждать и говорят, смотри, брат, надо, чтобы все было по любви. Но часто такие люди не осознают, что они приходят к тебе на основании своих человеческих понятий о любви и этим они еще более того противятся действию любви Божьей. Our own understanding of love tells us, love is what we think is good for us. But the true love of God is that which is really good for us, not what we think and what we wish. Что происходит с нами? Мы чисто по-человечески рассуждаем так. Любовь – это то, что будет для меня хорошо в моем представлении. Вот мне кажется, что это будет для меня хорошо. Значит, это проявление любви. Но Бог приходит с такой любовью, которая будет по-настоящему полезной и хорошей для нас, не такой, как часто мы себе либо хотим, либо ожидаем. Люди очень интересно смотрят на Писание. Например, люди видят, как Павел приходил в какие-то церкви и любил их, и там мог им в любви говорить нелицеприятные вещи. Но стоит тебе прийти в церковь и поступить каким-то похожим образом, люди очень сильно расстраиваются, и они говорят, нет, ну, при всем при том, они говорят, да, я верю в те вещи, которые Павел говорил и делал в своей жизни. Религиозные люди особенно очень сильно не любят, когда попадают в такие ситуации, когда их обличают во лжи, которую они где-то поднасобирали. И когда дело доходит до того, чтобы принимать истину и покоряться ей, ну, по сути, мы все люди делаемся очень религиозными, по своей сути люди, в общем-то, религиозными. И нам важно культивировать в себе это правильное отношение к истине, потому что истина, она от Бога, она полезна, она хороша, она принесет нам благо, мы должны ее принимать. И это единственный путь, более того, для того, чтобы изменяться и освобождаться от рабства греха в нашей жизни. И вместо того, чтобы говорить, Бог есть любовь, нам очень важно научиться говорить, «Бог есть любовь». И нам очень важно согласиться с тем, что как Бог поступал с какими-то людьми в Писании, и как Бог часто поступает с нами, это и есть проявление подлинной и чистой Божьей любви. И обновлять свой разум, это, например, взять тему любви, и по Писанию посмотреть, как же на самом деле, с точки зрения Библии, выглядит Божья любовь. Но, к сожалению, когда мы посмотрим на какие-то эпизоды в Ветхом Завете, да и в Новом Завете, в нас обязательно начнет подниматься это гуманистическое отношение, которое будет говорить нам, что-то это не выглядит как любовь. И интересно, что когда мы, например, наталкиваемся на такой эпизод, когда Иисус в праведном гневе разгоняет там в храме Божьем торговцев всяких разных, когда он очищает храм, на самом деле это и есть проявление Божьей любви. Друзья, это же Иисус этому учил. Он сказал, что, например, если какой-то христианин, его последователь, отказывается простить своего ближнего от всего своего сердца, то сам Бог посадит его в тюрьму, в некую темницу, и пошлет туда демонов, чтобы его там мучили. Это слова Иисуса. Друзья, когда Павел, сталкиваясь с людьми, которые богохульствовали и которые не хотели оставить свои всевозможные демонические учения, когда Павел предавал таких людей, сатане, для того, чтобы их плоть или их жизнь были разрушены, друзья, это проявление Божьей любви. So with a hunger and a desire for the truth, we submit ourselves to the Bible. We ask the Holy Spirit to open our eyes and to convict us his humanistic ideas, and then he will teach us and lead us into all the truth. И, друзья, когда мы с готовностью покоряемся истине, когда мы обращаемся к Слову Божьему, когда мы приглашаем Святого Духа, чтобы он направлял и наставлял нас, то тогда он будет показывать нам разные аспекты, например, гуманистических идей в нашем сердце, и он будет наставлять нас на всякую истину. Подобным образом у нас есть очень часто религиозное и лживое представление о том, что такое смирение, о том, как подлинное библейское смирение должно выглядеть. Так вот, правильное определение и понимание смирения можно найти только в Библии и не где-то еще. И конца края нет этим чрезвычайно важным темам, которые нам следует изучать по Писанию для того, чтобы понимать, как Бог смотрит на вещи и как Бог мыслит. И изучать Писание и преобразовывать таким образом свой разум, это не значит просто механически перечитывать Библию. Это значит, что нам очень важно изучать Писание по темам. И не просто изучать его, но говорить в своем сердце. Так мыслит Бог. И я приму именно эти идеи, как истинные до конца своих дней. Например, очень интересная тема к изучению. Как Бог ожидает от меня, что я буду его любить? Как моя любовь к Богу должна выглядеть с точки зрения Бога? Например, Писание нам говорит, как выглядят часто религиозные люди. У них есть очень много дерзновения и очень много пыла религиозного, которое не подкреплено знанием и пониманием. И, конечно, нам очень важно иметь пыл и ревность по Богу. Но при этом эта ревность, она должна быть уравновешенной нашим внутренним пониманием разных вещей. Иначе такая ревность без понимания будет чрезвычайно опасной. И честно сказать, я понимаю, что, например, какие-то глупости, которые ты видишь, как делают какие-то служители, совершенно искренние причем, они делают их у себя в служении либо в церкви. Это происходит просто потому, что люди в какой-то момент времени не приобрели важное понимание Божьих путей. Например, мы с вами можем прочитать в послании к евреям, как автор, объясняет нам причину, по которой израильцам не удалось войти в землю обетованную. Он говорит в 3 главе, в 13 стихе, например, он ясно пишет, он говорит, потому что они, израильтяне, евреи, не познали путей Божьих. Другими словами, можно так сказать, что они не понимали Божьих планов или Божьих целей или намерений на их жизнь, как он их к этому будет вести, какие методы он будет для этого использовать. И потому что у них не было этого понимания, они не могли сотрудничать с Богом должным образом. Именно поэтому важно нам, друзья, эту работу с вами проделать. Когда мы что-то важное для себя находим в Писании, нам необходимо не просто как-то формально с этим согласиться, сказать, ну да, это хорошо, это какая-то некая Божья истина, но когда я беру это и я говорю, я буду держаться этого до конца дней. Пророк говорит, Верхозаветный, народ мой погибает из-за недостатка ведения. И понятно, что речь идет вовсе не о недостатке какого-то интеллектуального понимания, но когда Духом Святым Писание ожило внутри нас, когда это сделались факты, на которых строится наша внутренняя вера и вся наша духовная жизнь. Итак, мы с вами говорим о важности тематического изучения Писания. Например, когда мы берем тему искупления, то есть что Иисус сделал для меня на кресте, каковы все те удивительные благословения и преимущества, которые были приобретены для меня на кресте Иисуса Христа, и подобные разные вещи. Например, очень важно нам обратить внимание на то, кем мы стали во Христе Иисусе, что это значит быть новым творением. И помните, мы с вами уже тоже об этом говорили. Допустим, если я не вижу, что победа над грехом из Писания это абсолютная норма для любого христианина, то, скорее всего, я и не буду обладать этой нормой в своей жизни. Я не смогу тогда жить в этой победе постоянно так, как следовало бы. И вытекает это из-за того, что люди часто не понимают, что Бог уже оснастил нас всем необходимым для этой победоносной жизни. И когда мы потом пытаемся жить какой-то победоносной христианской жизнью, при этом видя себя и имея самооценку, которая была сформирована в старой жизни этим миром, конечно, ничего не будет работать. И мы сегодня являемся новым творением во Христе. Мы уже не те старые люди, которыми мы некогда были. И потому мы можем делать разные, всякие увлекательные, удивительные вещи, о которых мы даже мечтать раньше не могли. И, например, изучая тему искупления, мы и придем к более глубокому пониманию всех этих аспектов, что означает быть новым творением во Христе Иисусе. Мы не старые люди, которые пытаются новой жизнью жить. Ведь мы уже новое творение. И тогда мы уже не будем сомневаться в Божьей любви и постоянно метаться в каких-то сомнениях и в неуверенности. Мы будем знать тогда, что Бог навеки с нами. Он уже сказал нам свое «да». Есть такое огромное количество всех этих важных тем. И недостаточно просто послушать хорошую проповедь об этом. Очень важно увидеть это в своей Библии и принять это для себя и жить в этом. Какие еще важные темы? Что есть Божья благодать? Например, какова дисциплина всех учеников Христа? Да, то есть какие-то вещи, которые Бог ожидает и много всего другого. Что значит взять свой крест? Что значит взять мой крест? Что же Иисус сказал, что ты не возьмешь мой крест на себя и не будешь его нести, то ты не сможешь быть моим учеником, ты не достоин просто. Еще очень важная тема, тема взаимоотношений. Как Бог хочет, чтобы мы относились друг к другу в теле Христа? Жизнь в церкви. Вообще, как Бог видит свою церковь и какие Он имеет планы для церкви? И, например, для того, чтобы вам напомнить, насколько важна тема преобразования нашего ума, скажу вам так, большинство церкви еще до сих пор верит, что церковь должна управляться одним пастором. Почему люди в это верят? Вовсе не потому, что они нашли это в Писании для себя. И почему они в это верят? Потому что они утверждены в традициях человеческих и больше ни в чем. И потому что люди, например, даже в этом случае, они не проверяют свои даже религиозные убеждения и не сравнивают их с Библией, они спокойно поэтому могут продолжать верить в какую-то ложь. Но Иисус сказал, что истинная сделает вас свободными. Когда мы истину начинаем отвергать, то тогда мы и будем продолжать жить в рабстве. И мы тем самым будем обворовывать сами себя от всех тех благословений, которые нам обещаны Словом. And we will end up having a faith that comes from the wisdom of man, and that means it doesn't have any power to change us and to make us a fruitful disciple. А все это приведет к тому, что вера наша будет утверждаться не на истине, а на человеческих традициях, которые никогда, и которая будет иметь мирскую мудрость в себе. А это никогда не даст нам быть плодоносными и победоносными христианами. Итак, мы возвращаемся к этому важному моменту. То, как мы относимся к Библии, имеет первостепенное значение в нашей жизни. Давайте, чтобы подтвердить этот наш важный вывод, обратимся ко второй главе книги притчей. И мы будем читать с вами с первого по десятый стих, наверное. Этот отрывок имеет очень важную структуру. Трижды здесь говорится «если ты». Есть три разных момента, на которые нам следует обратить внимание и исполнять их. И если мы их сделаем, то тогда Бог со своей стороны сделает тоже что-то очень важное. Давайте рассмотрим все эти три «если». В первом стихе написано «если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». Это напоминает нам очень сильно одно местописание из 118-го псалма, где Давид говорит «я сокрыл слово твое в сердце своем, чтобы мне не грешить против тебя». Итак, это первое условие. Слово должно поселиться и храниться в нашем сердце. И понятное дело, что в сердце вещи попадают через наш разум. Мы никогда не сможем хранить в сердце то, что мы не знаем элементарно и не понимаем. И последующий стих объясняет нам, как это слово должно войти внутрь нас и как нам это сделать. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, к пониманию еще. И снова «если», третий стих, «если будешь призывать знания и взывать к разуму». Почему мы взываем к разуму, если мы будем призывать знания? Потому что мы все с вами, по идее, должны понимать, что мы просто со своим человеческим умом не способны просто так понимать духовные вещи. Никакой человек не способен сказать, ну знаешь, я закончил 11 классов, знаешь, я вообще институт закончил, поэтому я с точки зрения своего интеллекта способен что-то понимать. Это глупость и все. Например, самонадеянный человек, который полагается на свое образование или на свой интеллект, он и не будет взывать к помощнику. Он не будет просить, чтобы Дух Святой пришел и наставил и научил его. Ему кажется, что он и так сам хорош. И это очень замечательным образом подходит к тому объяснению, которое Иисус однажды сделал касательно Царства Божьего. Например, когда он объясняет в Нагорной проповеди о жизни в Царстве. И говорит блаженный или благословенный нищий духом, потому что именно такие люди унаследуют Царство Божие. И по-своему, чем больше человек образован, чем больше он интеллектуально развит и обучен в этом мире, тем больше ему следует прилагать усилий для того, чтобы убедить себя в том, что он по-настоящему нуждается, и он нищий духом. Иисус сказал такую вещь. Он сказал, вы без меня вообще ничего не можете. Именно поэтому стоит нам налегать на это и убеждать себя в том, что у нас, по сути, ничего нет, и мы находимся в огромной духовной нужде. Иисус очень сильно упрекал Лаодикийскую церковь, которая как раз-таки именно так и размышляла, и говорила, я богат, я не имею нужды ни в чем, я вообще доволен собой необычайно. И думать, что мы богаты, и у нас все есть только потому, что мы можем технически читать информацию, которая содержится в Библии, такие люди очень сильно обманываются. И следующее, если, последнее, третье, в четвертом стихе, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища. Здесь говорится о прилежании или старательном труде в слове, которое мы копаем. Итак, если мы, во-первых, преклоним свое ухо, потому что мы хотим понять и мы хотим быть послушными. Если мы будем призывать и взывать, и если мы будем прилежно искать и старательно находить, то тогда Бог сделает со своей стороны нечто важное. Итак, что сделает Бог, если мы исполним эти три условия? Он говорит здесь, то уразумеешь страх Господень или, другой перевод говорит, так ты получишь понимание, что такое страх Господень. Это огромное благословение. И, кстати сказать, может быть, такого рода награда и не сильно радует нас, и не вызывает у нас просто необычайной благодарности и восхищения. Опять-таки, просто потому что мы не понимаем важности того, что такое страх Господень. И это очередная домашняя работа. И самое большое благословение как раз и описано в этом пятом стихе. где говорится, если ты сделаешь все эти три вещи, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. И я надеюсь, что вы понимаете, что, как и в этом месте Писания, и в Новом Завете Павел неоднократно об этом говорит, когда речь... The fear of God is giving us the knowledge of God, and without the fear of God, we will not have true knowledge of God. We will have information in the mind, but not true knowledge of God. Друзья, что производит страх Господень? Страх Господень производит в нас подлинное познание Бога, когда... Это самая вещь, чем просто информация, которую мы обладаем в нашем разуме, но которая ничего по своей сути сделать не может. Потому что просто информация или техническое знание о Боге в нашей голове никогда не сможет высвободить силу Божию, которая способна изменять нас. Only the true knowledge of God, given by revelation of the Holy Spirit, has the power to change our character and our heart. We need Holy Spirit revelation, Holy Spirit knowledge about the personality and the character of God. Итак, мы не перестанем говорить об этом и напоминать, даже, может быть, по техническим причинам, и то хорошо. Очень важно, чтобы у каждого из нас было познание о Боге, которое было привнесено как откровение в нашу жизнь Святым Духом. As it's written, the letter kills, but the spirit makes alive. Как об этом и написано, буква убивает, душа животворит. В притчах 1.7 сказано, что страх Господень, страх Господень – это начало разума. Начало мудрости. Другими словами, подлинное духовное понимание или разумение, оно не способно прийти в нашу жизнь без страха Господнего. So, our true commitment to the word of God, as it is described in the first verses of chapter 2, this and only this will lead to the fear of God, and this will lead to the true knowledge of God. И при этом, как мы с вами только что уже это читали, об этом говорили, первые стихи из второй главы притчей, которые говорят, говорят о нашем искреннем посвящении Слову Божьему. Вот эти все три, если они способны родить в нашей жизни страх Господень, который, в свою очередь, принесет в нашу жизнь познание о Боге. И, кстати, в притчах 23.17 Слово Божье само и увещевает нас, чтобы мы каждый Божий день стремились приобретать страх Господень. Интересно, сколько разных технических проблем пытаются внедриться в эту совершенно важную мысль. Друзья, снова напоминаем вам, сделайте все возможное, что только в ваших силах. Возьмите Писание, изучите важность страха Господня, что Библия говорит по этому поводу, и как вам этим обзавестись, и какой результат и плод это принесет в вашу жизнь. Друзья, почему, например, стольким христианам не составляет никакого труда и никакой проблемы вообще просто врать? Почему? Да потому что у них страха Божьего нет. Это единственная причина. Это вовсе не потому, что на них давят какие-то особые обстоятельства, а просто потому, что у этих людей нет страха Господнего, и посему им легко врать. Да, знаю я такую историю о том, что когда дело дошло до того, чтобы заполнять какие-то необходимые формы для получения социальной помощи, одна сестра на женском служении открыто хвалилась. So in order to qualify to get this help, you need to declare what you have. How is your financial situation? Что да, для того, чтобы тебе дали какую-то финансовую помощь, тебе нужно заявить о доходах семьи. И когда она рассказывала эту ситуацию в своей жизни, что недавно она заполняла все эти необходимые формы, она сказала, ну я была, конечно, вынуждена наврать. This is a lie. She was not forced to lie. И это ложь, потому что никто не вынужден врать. But lying was not an evil thing to her. She didn't look at lying as God sees it, because he hates lying. И, к сожалению, сестра совсем по-другому смотрела на ложь, чем Бог. Потому что Бог, друзья, ложь ненавидит. Да, и проблема как раз заключалась в том, что у сестры было совсем другого рода посвящение. Она сказала, ой, нет, я получу деньги любой ценой. И посему она могла спокойно врать в такой ситуации и лгать. Да, и, к сожалению, к большому как раз-таки у остальных сестер с этим тоже не было никаких проблем. Они просто послушали ее так называемое свидетельство, в кавычках. Почему вы, может быть, задавались когда-то вопросом христиане с такой легкостью? Он принимает различные слухи, различные сплетни, а потом еще их и переносит. Почему им это все так просто? И ответ здесь тоже один из-за огромного недостатка страха Господня. Наш сердце должно быть захвачено этим желанием и посвящением, когда мы говорим, я в своей жизни хочу угодить только Богу, я хочу любить то, что любит Он, когда мне нравится то, что нравится Ему, и при этом, когда я могу ненавидеть то, что Он ненавидит. Это и есть страх Господень. И вообще я хочу вас предупредить, что если вы сталкиваетесь с людьми, которым легко лгать, легко распускать сплетни, и слухи о ком-то еще, несмотря на то, что эти люди называют себя христианами, держитесь, пожалуйста, от них подальше. Потому что в свою очередь то общение, которое есть в вашей жизни, оно будет влиять на вас, оно либо будет тормозить вас в вашем духовном росте, либо оно будет помогать вам возрастать в благодати. Поэтому, если вы хотите возрастать в благодати, ищите для себя подходящих людей, которые вам будут помогать в этом, а не препятствовать. Итак, мы с вами уже это сказали, что те люди, которыми вы выбираете окружить себя, они будут влиять на вас, и они будут либо помогать вам расти, либо будут вам мешать это делать. 1 Коринфянам 15.32, Павел говорит здесь, Дурные сообщества разрушают добрые нравы. Поэтому обзаведитесь правильной компанией, окружайте себя такими людьми, которые будут вдохновлять вас идти в глубины Божьей, которые знают Бога глубже и лучше, чем вы, и у которых вы сможете учиться. Так как у нас сегодня определенным образом есть технические сложности, я думаю, на сегодняшний день нам уже хватит. И в следующем нашем занятии, на следующей нашей встрече, мы поговорим с вами о тех аспектах, о которых говорил Иисус, которые способны помешать людям возрастать в вере. И я думаю, это очень важная тема. Окей, looking forward to see you again next time. Don't forget your homework, be blessed, and bye-bye. Thank you. Поэтому ждем встречи с вами следующей. Пожалуйста, не забывайте сделать всю ту домашнюю работу, о которой мы здесь вам говорим. Поэтому благословения вам и до следующих встреч. Bye. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...